Добрый день, друзья! С вами Архивная революция, я Михаил Тимин. Сегодня у нас в гостях военный историк Игорь Юрьевич Движков. Приветствую, Игорь Юрьевич. Как дела? Добрый день. Хорошо. Мы сегодня продолжаем наше повествование. Мы закончили в прошлый раз на том открытом приказе, который один одиозный политический деятеля отдал командующую группу армии Юг фон Боку, который истолковал этот приказ по-своему. Не приказ он? Да, не приказ. Пожелание. Пожелание. Он не отдал ему приказы. Поэтому несколько судьба, так сказать, всей летней кампании после этого случилась, пошла с другим чередом, наверное, чем могла пойти. Ну и, как мы заключили, что очень, наверное, и хорошо. Но в Воронеж мы не пойдем сегодня, насколько я понимаю, да? Да. Мы сегодня с вами поговорим о других событиях. Дело в том, что наше предыдущее повествование закончилось 4 июля на подступах к Воронежу. Мы говорили о борьбе за Донские переправы. Но и в своей книге, и вот в этих видеосюжетах я рассказываю и о других событиях. И считаю, что, конечно же, наше повествование о начале операции «Блава» будет неполным, если мы не посвятим специальную главу, рассказ о судьбе тех наших войск, которые оказались в окружении. Дело ведь в том, что в горячке вот этих начавшихся боев за Воронеж, в суматохе начавшегося грандиозного отступления, в самом масштабе развернувшихся на южном крыле Советско-Германского фронта событиях, судьба окруженных частей левого крыла 40-й армии была для советского высшего командования не самой важной. У него были куда более значимые грандиозные проблемы, которые надо было решать неотложным. И поэтому судьба этих частей как-то ушла на второй, если даже не на третий план для советского командования. Более того, она оставалась во многом неясной, сведений было крайне мало. И вот эта неясность оставалась и дальше, уже когда вовсю шли бои за Воронеж, уже когда, казалось бы, бои на подступах к Дону стали историей. Тем не менее, судьба вот этих войск оставалась неясной и спустя многие недели, а то и месяцы после того, как произошли все эти события. И вот памяти и подвигу, наверное, вот тех наших бойцов, командиров и политработников, которые оказались в окружении, пробивались оттуда как могли. Собственно говоря, я хочу посвятить наш этот рассказ. А вы, друзья, терпеливо ждите. Я думаю, что дойдем и до боев непосредственно заморонишь, но позже. Итак, мы должны начать вот этот наш рассказ с событий, которые начались 30 июня. Перенесемся на несколько дней назад. И на этот раз мы с вами перенесемся в район боевых действий, в котором находилась 21-я армия Юго-Западного фронта. Как мы помним с вами, наступление немецкой группировки началось 28 июня на Воронежском направлении. Но 30 июня началось наступление южного крыла этой ударной группировки. Это была 6-я полевая армия генерала, известного Паулюса. И с задержкой в два дня ударные части 6-й армии перешли также в наступление. На самом северном фланге 6-й полевой армии действовал 29-й армейский корпус. Он переходит в наступление 30 июня. В первый же день прорывает оборону частей 21-й армии, который начинает отходить. Первый начинает отходить 297-я стрелковая дивизия. Немцы продвигаются, занимают к исходу дня уже поселок короче. Это вынуждает части 21-й армии начинать сниматься с позиций и отходить на восток. Уже вечером 1-я мотострелковая бригада получает приказ сняться с позиций. А как мы уже с вами говорили, три дивизии 40-й армии продолжают оставаться на своих позициях, у них приказа нет. 2 июля положение еще более ухудшается на участке 21-й армии. Немецкая группировка прорывается через оскол, занимают немцы Волоконовку, Чернянку. Положение 21-й армии становится угрожающим. И с тем, чтобы обеспечить выход ее правофланговых частей, командующий армии посылает в правофланговые части полковника Самборского. Самборский летит на самолете в эти правофланговые части. Его задача организовать выход войск из окружения. 2 июля утром, наконец-то, части 40-й армии получают приказ на отход, переданный им офицерами связи, прилетевшими на самолетах, или через правофланговую дивизию 21-й армии. Становится понятно советскому командованию, что враг стремится окружить левофланговые части 40-й армии, правофланговые части 21-й армии. И надо избежать этого окружения. 21-я армия начинает отходить раньше. И во многом это привело к тому, что судьба этих частей все-таки сложилась лучшим образом. Самборский организует эту работу, начинает выводить части. Что происходит дальше? В 29-м немецком армейском корпусе нет ни одной танковой или моторизованной части. Все танковые и моторизованные дивизии находятся на южном фланге 6-й полевой армии и прорываются через Оскол южнее. Однако задача 29-го армейского корпуса была весьма амбициозной. Командующий корпусом ставит задачу прорваться как можно скорее к реке Оскол, захватить переправы и блокировать выход из окружения советских частей. А каким образом 29-й армейский корпус может прорваться? В нем всего три дивизии. Все они пехотные. Это 75-я, 57-я и 168-я. Командирам дивизии дается предписание сформировать по каждой дивизии по моторизованному батальону. И недолго думая, этот моторизованный, импровизированный такой батальон, не имея бронетранспортеров, разумеется, немецкие командиры дивизии формируют прямо на грузовиках. То есть они собирают грузовики, которые находятся в немецкой пехотной дивизии, как грузовики снабжения, формируют из них специальный отряд. А мы знаем, что даже в немецкой пехотной дивизии число грузовых автомашин было очень велико. По сравнению с советской стрелковой дивизией превосходило в разы. Они имеют возможность сформировать такие отряды, усаживают в кузовах грузовиков пехоту, прицепляют к ним какие-то легкие противотанковые орудия или пылевые, берут они с собой минометы, и вот такие импровизированные моторизованные батальоны начинают выдвигаться. Их задача продвигаться по дорогам, занимать важнейшие перекрестки дорог, с тем, чтобы лишить отходящие советские войска возможности отступать по дорогам. А мы знаем, что отходящие советские войска, главным образом, это стрелковые дивизии, в которых, если есть мототранспорт, он может двигаться только по дорогам колесные, и если его сбить с дорог, то, соответственно, в трудных местах переправ, они будут испытывать большие затруднения с переправой. И начинается борьба за дороги, и за перекрестки вот этих дорог. То есть немцы наступают в северо-восточном направлении, наши части отходят в восточном направлении, и вот это столкновение на дорогах становится неизбежным. Первое такое столкновение происходит уже 2 июля. В районе Бобровых дворов, такое есть население, отходящие части 1-го мотострелковой бригады видят подход немецкой колонны, происходит скоротечный бой, немцев на какое-то время останавливают, они начинают обход влево-вправо, части наши продолжают отходить, а другие части вынуждены обходить уже Бобровы дворы и идти по малопригодным проселкам. Вторая встреча за день с немецкими вот этими передовыми отрядами происходит 2 июля у Прокудина. В Прокудино отходят наши части 21-й армии, и ночью уже они обнаруживают, что Прокудино занято откуда-то взявшимся нам противником. Но командир этой группы, не растерявшись, дает приказ развернуть полевые орудия, ударить по этому Прокудино, и вот в этом ночном бою, при свете ракет, трассирующих очередей, эта часть, это был артполк гаубичный, идет на прорыв, машина обходит Прокудино с севера и с юга, и в ходе вот этого ночного боя пробиваются и продолжают движение к Осколу. В Прокудино оказалась передовая часть немецкой 75-й пехотной дивизии, и вот как отмечено в документах, потери ее составили 9 человек убитыми и 7 ранеными. При этом в ходе зачисток и маршей части захватили 2880 пленных, 6 танков, 22 орудия, 6 минометов, и, как они пишут, большое количество стрелкового вооружения, боеприпасов, а также автотранспорта с военными грузами и снаряжениями. На рассвете 3 июля вот эта пробившаяся колонна артиллерийского полка 21-й армии во главе вот с командованием полка спецчасти, а также подходит туда 1-я мотострелковая бригада, они начинают переправы через Оскол рано утром 3 июля. В составе этой колонны 100 примерно автомашин, трактора, 9 пушек, тысяча с лишним человек личного состава, они успешно переправляются через Оскол, на Осколе противника нет, и они без остановок начинают уходить дальше на восток селению Городище. И оставляют они далеко позади и даже свои собственные части, которые еще не догнали их. Ну аж и тем более какие-то соседние части. В частности, в 1-й мотострелковой бригаде не знают, где находятся 2 мотострелковых полка и мотоциклетный батальон. Тем не менее, командование бригады считает свои действия успешными, они переправляются через Оскол, отходят с полной скоростью. И в своем докладе штаба армии пишут, цитирую, полностью вышли командование, штаб бригады, политотдел, особый отдел, НКВД, военный трибунал, прокуратура и службы бригады. Здесь, как мы видим, вот это командование и штабные службы, они выходят первыми, но почему-то они не задерживаясь и ходят дальше, даже не зная, где собственные части еще сзади находятся. Ну, это, конечно, вопрос. Вообще возникает уже мы по предыдущим роликам про Сроковую армию, видим, что там многие части просто выходили, заходили порой в мест своих боестолкновений на 50-80, а то и больше километров, и потом писали довольно-таки спокойные, сухие отчеты о том, что ну вот мы вышли, там штаб, хозчасть, политотдел, трибунал, особый, да, где, собственно говоря, танки ваши, где там мотопехота, вы почему-то не знаете. Тут то же самое, если вы даже переправились через оскол, ну, как бы хотя бы какие-то, наверное, части надо было оставить, чтобы перекравить, те же прикрыть, чтобы другие-то части могли ваше, во в том числе и ваше, выходить. То есть, странно, конечно, очень. То же самое случается с 8-й мотострелковой дивизией, и опять же, во главе колонн идет командование, они переходят через оскол, и, не останавливаясь, продолжают отход на восток. Причем с задними подразделениями связь потеряна. И не теропящиеся идти подальше от опасности начальства, ни его еще остающиеся западные осколы подразделения, ни тем более соседние части, еще не знают тогда, что это была последняя спокойная переправа через оскол, ничем не потревожная, никаким противникам. Но они уходят дальше. Что происходит? В этот день, рано утром, немецкий мотобатальон, ну, передовой усиленный такой батальон от 168-й пехотной дивизии, на грузовиках, продолжают выдвижение. Задача его – занять переправы и блокировать их до выхода советских войск. Они сметают заслоны, какие еще остаются на пути, оставляют свои собственные, и по длинной дуге прорываются к осколу. Примерно в 9 часов утра вот этот передовой моторизованный батальон на грузовиках подходит к переправе у Нижнечуфичева. Они отцепляют от грузовиков артиллерию, разгружают минометы, занимают оборону и переходят, занимают позиции с целью не допустить дальше переправы. И в это время вот горлышко выхода 21-й и 40-й армии сужается до 14-16 километров между действующими с севера частями 16-й моторизованной дивизии и 29-го армейского корпуса 6-й армии Паулюса. При этом частям с 21-й армии надо к переправе еще идти примерно 15-20 километров. То есть горлышко 14-16 километров, 21-й армия отходить 15-20 километров. А 40-й армии его левофланговым ее левофланговым частям отходить надо 40 или 60 примерно километров. Гораздо дальше. При этом вспомним, что в тот день Федоренко отдает приказ 4-му и 24-му танковым корпусам отходить на восток Кострогорск за 100 с лишним километров, хотя ему ставится задача помочь выходу. Но он посчитал, что мы уже сколько могли помогли, мы же там стояли почти целый день, но вот нас самих могут окружить, надо отходить. То есть они уходят. И получается, что прикрыть эти переправы некому, части уходят, не задерживаясь, танковые корпуса уходят, и получается, что перефразируя известное выражение, помочь выходу окружаемых войск из котла должны были сами окружаемые. Здесь нам надо привести выдержки из воспоминаний ветерана 602-го пушечного артиллерийского полка. Это редчайшее свидетельство, я бы сказал, единственное свидетельство, которое мне удалось найти, достаточно подробное, которое описывает этот ветеран Борис Зарубин после войны уже в 90-е годы написал свои воспоминания, благодаря которым мы сейчас имеем, я бы сказал, уникальную возможность увидеть те события глазами тех наших бойцов, которые отступали. Он был сержантом, связистом в этом полку, и то, что он видел, потом написал он в своих воспоминаниях. Я вот позволю себе процитировать цитаты из его книги. Ранним утром наша батарея вместе с орудиями дивизиона опять отходила на восток. Как и вчера, по дороге двигались автомашины, повозки и отдельные группы красноармейцев. Бомбардировщики тройками и девятками со зловещим прерывистым гулом пролетали над нами, но не бомбили и не обстреливали. Они шли на восток, а нас как будто не замечали. Это был верный признак того, что войска противника продвинулись далеко вперед, и основные бои идут значительно восточнее. Было ясно, что наши дела очень плохи, и это вселяло тревогу за нашу дальнейшую судьбу. Но все продолжали идти за орудиями, сохраняя внешнее спокойствие. Было очень жарко. Шли, обливаясь потом и в клубах пыли, которые поднимали наши тракторы и орудия, а также проезжавшие мимо нас автомашины и повозки. Непрерывный лязг гусениц тракторов стал неотъемлемой частью нашего существования. Вечером прибыли в лес, и на его опушке недалеко от деревни развернули орудия. Слева был большой луг, начали окапываться. Говорили, что на этой позиции остановились без указания высшего командования, с которым вообще не было связи, а по решению командира полка Юрова. Уже неоднократно мы говорили, штаб 40-й армии не контролирует уже отход своих войск. Военком батареи Шинаков еще тогда удивился этой остановке. Он говорил мне, судя по обстановке, мы уже давно в тылу наступающих немецких войск. Нужно не останавливаться, а не теряя времени как можно быстрее двигаться на восток. Многие же из нас были рады остановке, так как в течение последних трех суток мы спали не более чем по 3-4 часа, да и то урывками, так как по прибытии на место сначала развертывали орудия, затем окапывались, а потом по очереди охраняли огневую позицию. Все эти дни слились во что-то единое целое, которое представлялось как сон. Все человеческие чувства и ощущения притупились, в ушах стоял непрерывный грохот от выстрелов и разрывов снарядов и бомб, от лязга гусениц и шума моторов тракторов и немецких самолетов. Казалось, что все происходящее вокруг всегда таким было и будет, и что иной жизни не существует и быть не может. Однако, несмотря на такие нечеловеческие условия и изнурительную работу, все мы сохраняли уверенность в своих силах в борьбе с врагом. События того дня всегда обсуждались во время послевоенных встреч. На них мы не пришли к единому мнению о том, что правильно ли решил Юров, то есть командир полка, задержав отход полка. Все участвовавшие в обсуждении говорили, что обстановка на нашем участке в ту ночь была очень сложная. Не было известно, где противник, каковы его планы, не было связи ни с командованием армии, ни со стрелковой дивизией, с которой взаимодействовал полк, а полк взаимодействовал с 212 стрелковой дивизией. В полку было не больше, чем по 10 снарядов на орудие. Военком 1-го дивизиона Мухин и военком 2-й батареи Шинаков и тогда, и после войны считали, что нужно было не останавливаться, а как можно быстрее двигаться на восток. Командир 1-го дивизиона Зубченко сказал, что Юров не имел права принять решение об отводе полка к Дону, потому что стрелковая дивизия, с которой взаимодействовал полк, продолжала держать оборону в отведенной ей полосе, начальник штаба полка Чистяков был согласен с Зубченко. Чистяков рассказывал, что в сентябре 41-го года Юров попал в окружение под Киевом, после чего проходил госпроверку. В скобочках написано допросы о деятельности в окружении. В наш полк прибыл надломленным и потребовалось некоторое время, пока он пришел в себя. И тут мы можем представить, что за такая проверка была и какие вопросы ему задавали, что он пришел в полк надломленным. Там многих была проверка тех, кто выходил из окружения. Ну так вот, продолжим. Ранним утром в дом, где ночевали командир полка Юров, комиссар Крылов и начальник штаба Чистяков, зашел командир стрелковой дивизии, которую поддерживал наш полк. То есть, это был полковник Шутов, командир 212-й стрелковой дивизии. Он сообщил, немцы охватывают наши войска в районе города Старый Оскол слева и справа. Я отхожу и советую вам сделать то же самое, причем немедленно. И вот здесь, пожалуй, мы встречаем последнее какое-либо известное в источниках упоминание о полковнике Шутове, командире 212-й стрелковой дивизии. Командир дивизии сразу же ушел. Вскоре после его ухода прибыл офицер связи из штаба 40-й армии и привез приказ, в котором было сказано о немедленном отводе полка в направлении город Старый Оскол и дальше к Дону, в направлении на Каратаяк. После чего переправиться через Дон и прибыть в Давыдовку? Офицер сказал, что первый посыльный с таким же приказом выехал еще вчера, но где-то затерялся. Юров немного подумал и сказал, что он принимает такое решение. Отход полка начать немедленно. Начальнику штаба Чистякову возглавить колонну автомашин в составе начальника штаба и тылов полка, штабной батареи, взводов управления дивизионов. Все горючее для тракторов и снарядов передать в дивизионы. Командиры, комиссары дивизионов и батареи отходят при орудиях. Сам Юров остается с орудиями. Чистяков сказал, более правильно, чтобы с орудиями остался начальник штаба. Юров ответил, приказы нужно не обсуждать, а выполнять. Приказ был передан во все подразделения и полк двинулся на восток. Чистяков поехал во главе штабных автомашин полка. Что происходит дальше? Прервемся в чтении этих мемуаров. Когда вот этот моторизованный батальон немецкий захватил переправы, спешился и занял оборону, мы должны понимать, что в его составе было примерно 800-900 человек и усилен он был от 4 до наверное 6 штурмов, он был усилен штурмовыми орудиями, 4 или 6 орудий было в его составе. Конечно же этим составом он был не скажем не ровня той массе войск, которая подходила с запада к переправе. Однако захват переправы внес определенную сумятицу в отход наших войск и заставил их терять время, потому что первые подходившие подразделения вдруг попадали под обстрел, отскакивали назад и командование должно было решать, что же теперь делать. То есть вот этот захват ранней переправы утром 3 июля конечно же сильно осложнил выход наших частей из окружения. И положение стало складываться отчаянным. То есть люди подходили к переправе, переправиться они не могли, ну отчасти командование наверное начало уже терять контроль над своими соединениями и подразделениями, начался разнобой. И в этой ситуации самоотверженно и очень грамотно повел себя полковник Самборский, который был командирован штабом 21-й армии как раз вот в эти части. Читаем в отчете. В 14.40 по приказанию полковника Самборского были сосредоточены все минометы и огонь артиллерии по частям противника, прикрывавшим переправы. После 20-ти минутной артподготовки части 8-й мотострелковой дивизии подавили обороняющие части противника и стремительными атаками привели в бегство противника. Приказанием Самборского все невооруженные люди были поставлены совместно с саперами на восстановление переправы. Остальными частями перешли к обороне, после чего была восстановлена переправа и началась переправа транспорта, артиллерии, а после и боевых частей, оставив 6-й мотострелковый полк в арьергарде. После переправы главных сил противник предпринял контратаку с юга и 6-й мотострелковый полк был отрезан от переправы, завязав бой в полуокружении в районе Верхниче Фичево. С 18.00 5-го июля связь с полком была прервана. Здесь надо сказать, что, конечно, хронологически была сделана ошибка в этом докладе, потому что все эти события происходили именно 3-го июля. Немцы в этот период оказались в тяжелом положении, но имеется вот этот эхматеризованный батальон. Дело в том, что, конечно же, с подходом и крикой все большего количества наших войск вот эта критическая масса людей, которые пытались вырваться из грозящего окружения, переправиться через Старый Оскол, превысило, наверное, все-таки возможности вот этого моторизованного батальона. И удержать этот отчаянно рвущийся на восток поток батальон немецкий не смог. Когда вот полковник Самборский начал командовать, поставил людей невооруженных на возведение переправы, организовал огонь, они сбили вот этот немецкий заслон. Люди, конечно, которые были мотивированы не только приказом, но и своим спасением, потому что они понимали, что спасение на восточном берегу Оскола, надо обязательно переправиться через него. Конечно же, когда вот эти все люди были объединены единым командованием с четко поставленной задачей, дело наладилось и бой пошел успешно. Вот этот батальон немецкий, ну, по крайней мере, его заслон от переправ, прорывающиеся части сумели отбросить. Немцы отошли и вот этот поток отходящих хлынул через реку по этим вот самым переправам. Поэтому части 21-й армии, которые переправлялись в тот день, они смогли разорвать вот этот уже образовавшийся немецкий заслон на переправе и пошли на восток. Мы можем представить себе эти картины, вот эти сотни автомашин, повозок, тракторов, лошадей, опять же, людей, простого мирного гражданского населения, все это хлынуло, несмотря на огонь, который вели по этим переправам немецкие артиллерийские батареи, все они хлынули на восток с тем, чтобы преодолеть губительный рубеж Оскола. И что вспоминает на этот счет Зарубин? Вернемся к чтениям его мемуаров. Подъехав к переправе через речку Оскол, Чистяков увидел большое скопление автомашин и пехотинцев. Мостик через речку был хилый, и автомашины переправлялись очень медленно. Говорили, что здесь сосредоточилось более 15 тысяч наших войск. Берега речки были низкие и топкие. Оскол и сейчас такой. Он небольшой, не широкий, не глубокий, но топкий. Я бывал много раз в местах этих всех переправ. Там, к сожалению, все сейчас изменилось. Там какие-то современные мосты мало следов осталось от тех переправ, которые были во время войны. Пехота переходила речку вброд. Через некоторое время на юге и на севере показались передовые немецкие дозоры по 3-4 танка. Но танков на самом деле не было, это были штурмовые орудия, которые принимались за танки и несколько бронетранспортеров с пехотой, которые двигались на восток. Наши пехотинцы, перешедшие речку, тоже побежали на восток. Танки открыли огонь из пулеметов. Многие красноармейцы упали, но другие продолжали бежать прямо на вражеские танки. Видны были разрывы гранат. Это было жуткое зрелище и единоборство нашей пехоты с танками. Как раз в это время рядом с Чистяковым оказалась батарея из двух 122-миллиметровых гаубиц, который командовал лейтенант. Чистяков подбежал к нему и громко сказал, нужно открыть огонь под танком, чтобы помочь нашей пехоте. Я тоже помогу. Батарею развернули и открыли огонь. После нескольких выстрелов загорелось два немецких танка. Одна гаубица была подбита. Остальные три танка отошли и больше их не было видно. Бронетранспортеры тоже куда-то исчезли. Оставшиеся в живых красноармейцы теперь уже беспрепятственно двинулись на восток. Вслед за ними поехали автомашины, которые вскоре обогнали пехотинцев. Чистяков побежал к переправе на мостик и увидел автомашину, которая стояла и не двигалась. В машине оказалось 13-20 раненых красноармейцев. Чистяков открыл дверцу кабины и ему прямо на руки вывалился мертвый водитель, который сразу же упал в воду. В кабине оставался мертвый фельдшер. Чистяков сел за руль, включил зажигание, переехал на восточный берег речки Оскол и вскоре догнал автомашину 602-го полка, который его ожидали. Передал машину с ранеными водителю, сам сел в штабную машину и все вместе поехали к Дону. То есть начальник штаба полка успел переехать через Оскол и они поехали дальше. Но орудия полка батареи пока еще оставались на западном живые и мертвые практически. Да, сцены, которые рисует, описывает Зарубин, конечно же, достойно описания художественного произведения, фильма, наверное, какого-то, то, что там творилось. Вот такое еще свидетельство о прорыве через Оскол сохранилось после военного вспоминания командира 333-го, вернее, батальона, 333-го полка 6-й стрелковой дивизии, которая, как мы помним, была расколота еще в первый день наступления. Его командир Кириченко вспоминал, противника ночью побросали минометы в реку, подорвали походные кухни, повозки и лошадей, раздали жителям, а сами, уничтожив боевое охранение противника, вброд перешли реку Оскол на южной окраине города и просочились между танками. К утру батальон в составе 210 человек сосредоточился в лесу восточнее Старого Оскола. Выведя батальон, я свалился без сознания. Сказалось, сильное напряжение в бою. Очнулся в одном из сел уже Воронежской области. на носилках, сделанных из жердей. В этом селе колхозники дали нам 10 повозок с упряжью, на них мы установили два станковых пулемета, сложили ружья ПТР, солдатские шинели. Колхозники снабдили нас продуктами и, соблюдая маскировку, мы двинулись к Дону. Здесь мы скажем вот еще о чем. Конечно же, хорошим, таким, ну, помогшим выходящим из окружения фактором было то, что немецкая авиация в это время была занята на других участках и у нее просто не доходили руки до, так сказать, борьбы с окруженными войсками и требовались эти удары в других местах. И это, конечно же, помогло выходящим, потому что, если бы в этот период были массированные удары вражеских пикировщиков по переправам, конечно, ситуация была бы еще хуже. Но что происходит? Когда немецкий этот батальон сбит со своих позиций, его командир по радио запрашивает о помощи и говорит, я не могу удержать такой поток отходящих войск, мне нужна срочно помощь. Командир 29-го армейского корпуса приказывает оказать помощь командиру соседней дивизии, 75-й. Но все части 75-й дивизии заняты. Одни зачищают местность, другие только подходят. Заслоны, опять же, им надо установить на запад, на восток и продвигаться на север. И по приказу командующего корпусом командир дивизии отрежает такой отряд, который выходит к переправам только в 4.30 утра на следующий день. При этом написано, что за день 3-го июля части дивизии захватили 4 танка, взяли 605 пленных и потеряли 5 человек убитыми и 14 раненными. Приходят радиограммы. Штаб 168-й дивизии сообщает о том, что основные части дивизии подходят к району переправ, что батальон восстанавливает свою позицию и подходит подкрепление из 75-й пехотной дивизии. То есть, мы видим, что 3-го июля, даже когда немецкие передовые части заняли вот эти переправы через Оскол, какое-то время они их удержали, но когда подошла огромная масса войск, удержать ее они не смогли, и войска 21-й армии в значительной своей массе смогли переправиться через Оскол и продолжить движение на Восток. В дальнейшем, когда я изучал документы 21-й армии, никаких упоминаний о том, что происходило на переправах в этих документах нет. Ну, неудивительно, потому что начальство спешило отходить на Восток полным ходом и посчитало свою задачу выполненной, части выходят и в написанных в дальнейшем документах вот этот отход через Оскол представлен как несомненный успех, а именно, части смогли быстро отступить со своих позиций, они прорвали кольцо окружения, проделали 100-километровый марш и организованно вышли за дон, сохранив свою боеспасенность. Вот такой лейтмотив звучит в этих документах, когда их читаешь. Но если мы начнем подробно анализировать данные о состоянии этих частей до боев и после выхода их из боев, то, конечно же, мы приходим к совсем другому выводу. Поскольку считать такой отход успехом, наверное, можно было только по сравнению с абсолютным полным разгромом этих частей. То есть, когда я сравнивал вот эти данные по разным частям, я не буду сейчас приводить конкретные по каждой части данные, но в общем и целом потери вот этих частей доходили до 70-ти или 80-ти процентов их личного состава и вооружения. Причем это все в период с 1 по 4 июля как раз во время отхода к Осколу и переправы через него, потому что в дальнейшем они вообще боев не вели и отходили к Дону не останавливаясь. То есть, мы делаем вывод, что большая часть их тяжелого вооружения осталась на западном берегу Оскола. И личного состава получается. И получается, что и большая часть личного состава пропавшими без вести особенно осталась именно там. Но в докладе штаба 21-й армии акцент сделан именно на том, что все части организованно вышли из окружения. Хотя потом от них мало что осталось. Но аргоструктура уже вышла. Штабы вышли. Штабы вышли. И получается, что мы успешно вышли. Хотя, конечно же, это был очень тяжелый выход и назвать его успехом я бы не стал. Это только с большой натяжкой можно назвать его успехом. А вот теперь нам самое время поговорить о том, чего в докладе штаба 21-й армии не было. А не было там совершенно никаких упоминаний. А что же с 40-й армией-то происходит? Никаких упоминаний о том, что там оставалась еще 40-я армия позади. Конечно же, другой фронт. Конечно же, да, формально они и не должны были об этом упоминать. Они вышли. У тех пусть болит голова у своего начальства. Там есть целый генерал-лейтенант, герой Советского Союза. То есть, с формальной точки зрения они и не должны были ничего писать. Своё начальство. И все-таки вообще ни словом не упомянуть, что ну сзади же отходили. Отходили части другой армии. Их-то судьба какова. И вот тут мы посмотрим, а какие же задачи имели вот эти части. Ну, понятно, что части 21-й армии, которые переправлялись через оскол с боем или без боя, они выполняли приказ. Приказ гласил им уйти за оскол. Там сначала было занять оборону за осколом согласно приказу командующего эра. Потом еще дальше отходить к Дону. То есть, они отходили, переправляли через оскол, ходили на восток, не задерживаясь. Конечно же, их действия были обоснованы, понятны. Поскольку они не должны были знать, кто там сзади них идет, и какие задачи у них. То есть, они резонно посчитали свою задачу выполненной и продолжили движение к Дону. Конечно, гораздо больше знал уже штаб 21-й армии. Он понимал, что сзади еще 40-я армия. Они ведали об обстановке куда больше. И они понимали, что 40-й армии тоже надо отходить через оскол, а для этого надо держать переправы. И держать оскол. Да, и держать оскол. Но, опять же, в штабе 21-й армии посчитали, у них свое начальство, пусть оно и думает, как выводить. Мы свою задачу выполняем и отходим. То есть, у них не было приказа содействовать соседу. Ну, а раз нет приказа, соответственно, нет и какой-либо самодеятельности. Идем дальше по штабной цепи командования. А что же в Юго-Западном фронте? А в Юго-Западном фронте, конечно, гораздо больше знали об обстановке, о том, какие происходят боевые действия на юге, на севере. У них, конечно, гораздо больше было в основании задуматься о том, что же вообще происходит. Они, не забудем, получали сводки из Генерального штаба. Конечно же, и в штабе Юго-Западного фронта видели угрозу, очевидную, 40-й армии. И опять же, получается, ведомственная разобщенность. 40-я армия принадлежала Брянскому фронту, а 21-я Юго-Западному. И кто же должен был отвечать за выход 40-й армии? За это отвечал штаб Брянского фронта. Потому что Юго-Западному фронту не пристало вмешиваться ни в свои дела. У него и своих проблем хватало. А Брянский фронт, как мы знаем, его командование было с головой завалено делами, и у него было столько проблем. Оборона Воронежа, опять же, тут стала важнейшей проблемой. То есть, ему, получается, тоже было не до того. То есть, масштаб самой угрозы для Юго-Западного фронта делал малозначным какие-то события, которые происходили на правом фланге одной из ее армий. И получается, что решать судьбу выходящих из окружения смежных частей соседних армий получается, вставки аж должны были. Вот эта ведомственная разощренность армии фронтов привела именно к этому. Но, конечно, вставки масштаб это был совсем другой. Что там за события какие-то на осколе для ставки? Тут весь фронт на южном его крыле может затрещать и начать разваливаться. Организовать координацию действий от этих соседних армий, если уж их командование никак не могло друг с другом договориться, должны были вставки. Но вставки было не до того. Некогда им было этим, судя по всему, заниматься. Тут надо сказать о том, что в мемуарах Казакова написано, что еще весной 42-го года командующий Брянским фронтом предлагал вставки создать отдельный фронт, который бы отвечал как раз за воронежское направление. Но вот вставка не пошла на это. Когда мы смотрим мемуару Василевского, а Василевский как раз и был в генеральном штабе, он говорит, а мне ничего неизвестно о таких предложениях. Вот когда мы читаем эти мемуары, непонятно, кто из них прав, кто говорит верно, кто говорит неверно. И все кивают друг на друга. Но факт остается фактом. Отдельного фронта не было создано. Разумеется, вот этот выход был не скоординирован вставке. И что происходит? Ну, казалось бы, до подхода частей 40-й армии остается меньше суток переправам через оскол. Но если бы вот вставке отдали приказ командующий Юго-Западным фронтом Тимошенко отдать приказ соответствующего 21-й армии удерживать эти переправы до подхода к ним частей 40-й армии, наверное, бы они удержали их. Учитывая, что вот этот мотобатальон был сбит со своих позиций отступавшими войсками, но, увы и ах, получилось так, что вот эти 21-я части 21-й армии, не получив такого соответствующего приказа, они видели свою задачу не в том, чтобы удерживать переправу, а в том, чтобы быстрее переправиться и быстрее уходить на восток. А кто армией командовал в то время? Армией командовал если не ошибаюсь, генерал Гордов. В этой ситуации, когда вместо удержания переправы, они просто ушли, вот этот самый немецкий батальон, а потом еще и усиленный, опять занял эти переправы через оскол, и опять они перешли к обороне, выдвинули артиллерию, и получается, что когда 40-я армия стала подходить, на ее левофланговой части, они опять попали под огонь. Можно рассуждать о том, что было бы, если бы они удержали переправы. И тем не менее, понимая, что вот даже этого нажима хватило, чтобы сбросить немцев от переправ, я думаю, что с большой долей вероятности можно было бы утверждать, что если бы они остались там, хотя бы задержались на день, то скорее всего судьба отходящих частей 40-го армии не была бы такой трагической. Но они не остались, они ушли на восток, и переправы опять заняли немцы. Что происходит дальше? Утром 4 июля 1-й разведгруппы 141-й стрелковой бригады выходит к Осколу и попадает под огонь. Это была первая бригада, которая отходила из всех этих частей. Какое решение принимает командир бригады? Он принимает решение, что до выяснения обстановки надо дождаться подхода основных сил, и вот эти разведгруппы бригады отходят в лес. Юго-западнее Старого Оскола в то время было много небольших лесов. Сейчас осталось большое количество лесов. И два наиболее значимых больших леса это был Ямской и Атаманский лес. И вот в этом большом Ямском лесу останавливается 141-я стрелковая бригада, ждет подхода других частей с тем, чтобы решать, что делать дальше. Мы, конечно, должны представлять, что вот в той ситуации огромное вот это людское море, оно отступало на восток по всем этим полям, и разрезая его вот эти немецкие моторизованные колонны на грузовиках, сбивая с дорог, стремились вот к этим переправам, чтобы отсечь их от переправ и не дать им вырваться из этого окружения. Причем у немецких дивизий нет большого времени на то, чтобы долго возиться с окружаемыми, потому что командование ставит им уже свои задачи. То есть для командования 6-й армии держать целый корпус на тыловом осколе, в то время как наступление стремительно развивается, это было непозволительной роскошью. Поэтому окружать и громить окруженных вот эти немецкие дивизии должны были чуть ли не одновременно, без каких-либо пауз, проволочек. Причем помним, что какие задачи получили немецкие войска. 16-я моторизованная дивизия, которая накануне зрительно помахала рукой соседям своим из 29-го армейского корпуса, она уходит уже рано утром 4-го июля к Дону. Ей на смену спешит 387-я пехотная дивизия. Они наконец-то соединяются со 168-й дивизией пехотной 29-го армейского корпуса. Это был по сути знаковый момент, когда части 4-й танковой армии Гота и 6-й полевой армии Паулюса соединились и образовали кольцо окружения. Но и 387-я пехотная дивизия тоже не может оставаться там долго. Начавшиеся бои севернее требуют, чтобы командование сняло ее с этого фронта и отправило на север. То есть эта дивизия может еще задержаться примерно на сутки. Более того, вот эти мотобатальоны немецкие, которые заняли переправы, их командование уже гонит дальше на восток, они должны начать продвижение, они уходят. Но основные силы вот этих немецких дивизий 168-й и 75-й, а сзади их догоняет еще 57-я дивизия, уже подходит к этим лесам, переправам, занимает позиции уже куда большими силами. И важнейший вопрос для немецкого командования стоит, как можно быстрее завершить разгром окруженных. При этом немецкое командование досадует на венгров. Там же в этом районе действует 2-я венгерская армия, и немцы досадуют, что венгры не могут организовать должного преследования отходящих, и получается, что вот эта огромная воронка отходящих сужается все больше к востоку и упирается в оскол. Но венгрии не преследуют отходящих, и получается, что немцы должны всю работу делать сами. При этом они явно недооценили численность окруженной группировки. Вечером 4 июля, когда уже основные части левофланговых соединений 40-й армии подошли к этим лесам, какой-то части из них удается прорваться через немецкие заслоны на ручье атаманский и пробиться в атаманский лес. Причем они занимают при этом такую деревню Монакова. Там в это время находится батарея обоза 75-й пехотной дивизии. Происходит скоротечный бой. Но как в немецких документах написано, нападение было отражено силами арт-расчетов тыловых частей наших документов. Нет, судить об этом нельзя, что было на самом деле. Далее советская группировка прорвавшаяся пробивается дальше к деревне Шмарная, а деревня Шмарная это уже на берегу Оскола и занимает эту деревушку небольшой лесок рядом. Казалось бы, вот он прорыв, Оскол рядом. Но немцы подводят новые силы, зачищают опять, отбивают Шмарная и не дают переправиться через Оскол. И получается, что к исходу 4 июля, утру 5 июля, вот эта большая советская группировка частей 40-го армия оказывается разбитой на северную и южную. Что происходило в окруженных группировках, мы этого не знаем. В основном нам приходится опираться только на немецкие документы. Но, по крайней мере, мы можем сказать обоснованно вот что. Состав этой группировки к вечеру 4 июля в составе этой группировки были 45-я, 62-я, 212-я стрелковая дивизия, 141-я стрелковая бригада, которая в бою вообще еще даже не участвовала и простояла она в тылу, 170-я танковая бригада, отдельные артполки, батальон, по крайней мере, один от 1045-го полка 284-й стрелковой дивизии и какие-то остатки войск 21-я армия, это 1-я мотострелковая бригада, 8-я мотострелковая дивизия, 297-я стрелковая и какие-то разные мелкие подразделения. Конечно, командование 29-го армейского корпуса было встревожено вот этим прорывом группировки, недооценкой сил и самое главное тем фактом, что само командование и штаб 29-го армейского корпуса вечером 4-го июля они как раз перенесли свой КП в новую деревню, а новая деревня от атаманского леса находится в полутора-двух километрах. И вот если бы наши знали, что они находятся всего в полутора-двух километрах от этой деревушки, от новой деревни, а там такой большой поросший лесом овраг, уж наверное бы разгромили этот штаб корпуса, но они этого не знали. Немцы цитируют доклад «Ночью произошел прорыв противника в южном направлении. Штаб корпуса на позиции. Русские окружены в котле в лесу к северу от новой деревни. И вот зачищать всю эту местность получается 75-й пехотной дивизии немецкой приходилось своими силами. Но если немцы рассчитывали, что им это быстро удастся сделать, то они сильно ошиблись. стало ясно, что русские никак не дают себя зачистить. И они засели в лесах, оттуда они не выходят, но и немцев в эти леса не опускают. И к досаде немцев не выходят русские оттуда с поднятыми руками, а продолжают ожесточенное сопротивление. И вот 5 июля утром вместо победных рапортов штаб 75-й пехотной дивизии вынужден был обескураженно доносить. Даже после того, как на их обозы сожжены, в ходе наступления частей дивизии сопротивление противника в течение первой половины дня стало очень быстро нарастать, несмотря на активную поддержку собственной артиллерии и штурмовых орудий. Произошли кровопролитные лесные бои. Атаки в лесу севернее новой деревни захлебнулись, наткнувшись на упорное сопротивление. Требуется поддержка тяжелой артиллерии, которую необходимо перебросить в район лес. Вот эти две окруженные советские группировки северная и южная оказываются примерно в одинаковых условиях. Но большая часть группировки находится как раз в Ямском лесу. Части 168 пехотной дивизии окружают лес и пытаясь сломить сопротивление атакуют, врываются на опушке, но к своей досаде, недоразумении вдруг русские переходят в контратаку и отбрасывают этих ворвавшихся немецких пехотинцев из опушек назад в поле. Не удается немцам ворваться в лес, но немцы отходят от опушек, переходят к обороне в полях, обкладывают этот лес со всех сторон и бьют, обрушивают массированный огонь на опушке. Получается патовой ситуации. Наши немцев отбросили от леса, а немцы нашим не дают из леса выйти. И вот так они напротив друга сидят в обороне и вот эта патовая ситуация требует какого-то разрешения. 5-го армейского корпуса в тот день сообщал в штаб 6-й полевой армии. Обстановка складывается менее благоприятно чем ожидалось. Противнику удалось вытеснить нас из рощи четырехугольная к югу от Старого Оскола. Едва ли можно рассчитывать что сегодня удастся провести зачистку этого района. По этой причине у дивизии не будет возможности утром переправляться через реку Оскол. Корпус просит довести до сведения 2-й армии а уже его передают 2-й армии для дальнейших задач. Что завтра у него не будет никакой возможности направить в ее распоряжение сколько-нибудь значительные силы. Возможно противник попытается ночью совершить прорыв из леса в южном направлении в сторону Новой Деревни. Прежде всего с тем чтобы так по словам пленных приказал политрук добыть себе гражданскую одежду и продовольствие. Командующий корпусом отдает приказ направить все боеспособные штурмовые орудия к Новой Деревне. Вот эти штурмовые орудия они были приданы многим армейским корпусам. Это была единственная бронированная сила которая у 29-го армейского корпуса была и все эти штурмовые орудия были задействованы как раз в борьбе с окруженными. Я предполагаю их было ну примерно 18-20 штук. По прибытии туда ждать распоряжение от командования корпуса. За час до полуночи штаб 29-го армейского корпуса предоставляет 6-ю армию итоговую сводку за день. И конечно хвалиться в ней немцам было особенно нечем. Они-то думали сходу разбить окружить пленить но получается что русские не дают себя разбить. Они сообщают ситуацию не удалось переломить ни в котле южнее старого оскола рощи четырехугольные ни в лесном котле севернее села новая деревня то есть это атаманский лес. Это привело к задержке выступления 57-й и 168-х пехотных дивизий через реку Оскол в общем направлении на Воронеж зачистка местности должна быть продолжена на следующий день. Потери из 75-й дивизии пехоты немецкой с 5-го июля составили это вот в бою с южным котлом 50 человек убитыми 120 ранеными и 25 пропавшими без вестя потери 168-й дивизии составили около 200 человек. Что же вот в этой патовой ситуации когда наши отбросили немцев из леса немцы не дают выйти из леса. Что же в этой ситуации предпринимают советские части ну точнее сказать командование советских частей. Конечно на этот счет в распоряжении следователей историков находятся буквально крошки крошки достоверной какой-то информации никаких документов не сохранилось и и обычно вот когда изучал этот вопрос собирал материалы для книги трактовка такая послевоенная сводится к следующему в ночь с 4 на 5 июля в атаманском лесу было проведено совещание командиры окруженных частей подразделений 40-й 21-й армии решали вопрос о совместных действиях в борьбе с противником времени и месте прорыва из окружения и едином руководстве и возникает вопрос откуда взялась эта трактовка ведь документов нет чьи воспоминания что было в основе несмотря на мои достаточно тщательные долговременные поиски мне удалось найти только одно документальное подтверждение вот этой трактовки событий именно это был доклад командира 284-й стрелковой дивизии полковника Батюка которая оборонялась вообще не в том районе дивизия обороняла Касторная это десятки километров от района окружения однако вот в его докладе мне встретилось такое упоминание комментируя тогда действия оторвавшись от дивизии подразделений он написал это доклад в августе 42-го года составляли они по итогам боев часть окруженных направилась к Воронежу утащив один из наших батальонов возглавляемый командиром 1045-го полка несмотря на приказ вернуться на свой маршрут этого сделать не удалось видимо у некоторых командиров не хватило воли а может быть у некоторых командиров и создалось такое впечатление что вот мол можно будет выйти и без боя но получилось обратное там где нет волевого командира там где нет волевого политработника там где нет объединяющей волевой силы там победы быть не может они вышли как позже узнали мы по сведениям живых людей в район Старый Оскол их там окружили они ночевали дневали в лесу проводили военные советы по трое суток но они не нашли в себе смелости вести группы в бой но зато нашли возможным без конца совещаться и вот тут мы поговорим об этих совещаниях опять же из-за нехватки или полного отсутствия документов нам многое приходится предполагать что мы можем с большой долей вероятности предположить кто был на этих совещаниях кто сошелся в лесу очевидно это произошло в ночь на 5 июля или 5 июля днем когда окруженные со всех сторон вот эти наши части оказались в этих лесах леса эти представляют из себя ну рощи откровенно сказать примерно я бы я бы сказал 4-5 квадратных километров со врагами там поросшими лесом почему эти совещания ну как вот пишет Батюк ни к чему не привели наверное тут надо сказать что в первую очередь потому что там не было единого командования казалось бы а кто должен был назначить командование этой группировкой ну понятно что командовал формально штаб 40-й армии но зная то печальное состояние в котором оказалось руководство войсками армии мы понимаем что и связи у них не было и не до того им было поэтому командование 40-й армии никакого участия в назначении главнокомандующего не принимало Жмаченко генерал который был отправлен Парсеговым для руководства лево-фланговыми соединениями он уже ушел за оскол к тому времени и не оказался в составе окруженных частей а он не объясняет почему он ушел не возглавил к сожалению у Жмаченко не осталось мемуаров есть небольшие выдержки из его дневниковых записей но там он никак это не объясняет он уже ушел из старого оскола до его захвата немцами поэтому он не был среди окруженных казалось бы ну кто тогда должен назначить командующего штаб Брянского фронта командующий но опять же у него забот полный рот он должен организовать спешно оборону Воронежа опять же нет связи и все эти события да и не знают они что там вообще происходит все события на западном берегу Дона для Голикова в тот момент уходят на второй план ему бы Воронеж удержать какие же тут отходящие к осколу казаков под гельцом начальник штаба знает немногим больше и не знает ни казаков ни Голиков что откатившись к осколу войска левого крыла 40-й армии его не могут преодолеть переправы заблокированы они оказываются в окружении зажатыми в лесах и в этой вот критической обстановке у них нет единого командования ну вот про Жмаченко он уже 2 июля оставил старый оскол отходил к Дону и его там не было с окруженными и получается а кто должен был назначить командование получается что никто да кого назначили уже он должен был командовать по идее но почему-то не командовал и вот тут он не оказался среди окруженных он ушел из старого оскола то ли он не дошел не доехал до этих частей ну мы не знаем но мы не знаем и получается что договориться вот об этом кто будет главнокомандующим в отсутствие связи с вышестоящим командами и в отсутствие каких-либо распоряжений действенных должны были сами окруженные то есть они должны были проявить в этом вопросе инициативу какую-то определенную ответственность и тем более важно было сделать это когда они отходили на восток и оказались в окружении то есть ситуация складывалась критической и поодиночке в разнобой выходить не получается то есть мы понимаем что для успешного прорыва и нужна была и концентрация имевшихся сил координация действий по месту по времени где прорваться как прорваться куда прорваться и очевидно что такие попытки были предприняты но вот дальше решение провести военсовет вот эти попытки почему-то не пошли здесь мы можем предположить с большой долей вероятности а кто был на этих совещаниях на этих совещаниях были командир 45 стрелковой дивизии полковник Соколов командир 62 стрелковой дивизии полковник Навродский командир 212 стрелковой дивизии полковник Шутов командир 170 танковой бригады полковник Рудой а мы помним что в этой бригаде к 5 июля еще сохранялось я так предполагаю ну как минимум 20-25 танков потому что эта бригада понесла какие-то потери в тех боях первых двух дней боев Но оставались еще у него танки Командир 1045-го стрелкового полка 284-й стрелковой дивизии Подполковник Фирстов Возможный комиссар полка батальонный комиссар Притула Командование 141-й стрелковой бригады Это был подполковник Овчаренко Командир 6-го мотострелкового полка 8-й мотострелковой дивизии Уже 21-й армии Ну и руководство более мелких частей И вот смотрите Такой показательный момент Среди этих собравшихся командиров Не было ни одного генерала Самыми старшими по званию Были среди них полковники Но их было Как минимум несколько И получается смотрите Они были равны друг другу И по званию И по должности И никак они не были подчинены друг другу И вот в столь неясной обстановке Многие из них Видимо опасались терять Свою самостоятельность И начинать подчиняться кому бы то ни было И с другой стороны Проявлять Излишнюю инициативу И предлагать себя На роль главнокомандующего Среди них Желающих явно не нашлось И вот этот вопрос О том Кто же будет главным Если он конечно ставился В этих лесных совещаниях Под сенью этих деревьев С обложившими леса немцами Он во многом повлиял И на обсуждение того Что делать дальше Потому что было понятно Что сидеть в лесах Конечно отбиваясь от немцев Не пуская немцев в лесах Но сидеть в лесах Это ситуация обреченных Это тактика обреченных Надо что-то делать активное Ну и вот тут Заканчивая вот этот наш рассказ Опять же Я хочу обратиться К нашим уважаемым Слушателям и зрителям А вы как считаете Что им надо было делать Как поступить В сложившейся ситуации Какое решение Было наиболее адекватным Сложившимся реалием Сложившейся обстановки И вот На этом критическом Повороте Нашего рассказа Пожалуй мы поставим Пока Многоточие С тем чтобы Наши уважаемые слушатели Могли Ну Сообщить какую-то Обратную связь Передать свое мнение Написать в комментариях Я просто не хочу Забегать вперед И рассказать о том Что было дальше У вас есть возможность Подумать об этом Если у вас есть конечно Желание и интерес И сообщить нам об этом Да Собственно говоря Интересно конечно Но я так думаю Что все-таки Это наши такие допущения То есть мы же Как вы говорите Не знаем Документов не имеем А что О том Что происходило На совещании Был ли там выбран Какой-то орган Допустим коллективный Или это был Все-таки между ними Назначен кто-то Или они сказали Там нет Я буду сам пробиваться Там другой Командир дивизии сказал Нет я сам буду пробиваться Третий сказал Да мы вообще сейчас Разойдемся мелкими группами И будем пробиваться Там Одно документальное свидетельство Опять же написанное Со слов вышедших Насколько эти слова Были точны Мы не знаем Где было указано Батюком Командиром дивизии Что такие совещания Проводились И судя по всему Они были достаточно Напряженными И долгими Но больше К сожалению документы Нам ничего об этом Не сообщают Ну и опять же Батюк там не был Ему кто-то сказал Может быть не тот Кто там был Может быть кто-то слышал Плюс опять же Все-таки времени Там было не так много И проводить там Длительные совещания Тоже наверное Все-таки было проблематично Поэтому Ну Жаль конечно Что так вышло Жаль что у них там Не оказалось Вот этого Там как в 21 армии Полковника Самолукова Самборский Да извиняюсь Полковник Самборский Жаль что Маченко Почему-то не оказался Там по каким-то причинам Мы этого тоже Опять же не знаем Да как выясняется Самборского Своего там не оказалось И к сожалению Вот так сложилось Спасибо большое Очень интересно Как обычно Ждем продолжения Всего самого наилучшего До новых встреч До свидания